Послание Отца Абсолюта от 16 декабря 2019 года Противостояние коллективных сознаний Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, каким образом коллективное сознание людей взаимодействует с коллективными сознаниями других форм жизни на Земле. Конечно, теснее всего соприкасаются коллективные сознания людей и рептилоидов, особенно в тех случаях, когда в человеке соседствуют две души. И тогда идет противостояние не только сознания этих отдельных душ, но и коллективных сознаний, к которым они относятся. Почему так трудно бывает человеку избавиться от нежелательного присутствия в нем рептилоидной части? В первую очередь потому, что она подчиняется определенным программам, из которых и соткано коллективное сознание рептилоидов. Такой человек становится воплощением и одновременно отражением происходящего на Земле противостояния между рептилоидами и людьми. Он весь переполнен противоречиями. В нем идет постоянная борьба между свободой и несвободой во всех их проявлениях. Особенно болезненным это бывает для древних душ, выбравших себе в этом воплощении такую непростую судьбу, как сосуществование в одном теле с рептилоидной душой. Слишком большой разрыв в вибрациях этих двух душ невероятно изнуряет человека. И здесь на помощь ему приходит коллективное сознание. И поскольку коллективное сознание людей божественно по своей природе, его высоковибрационные энергии помогают растворить в таком человеке программы коллективного сознания рептилоидов. И чаще всего это происходит в том случае, если человек сам хочет избавиться от нежелательного соседства. Если же он выбирает другой путь, жить в соответствии с программами трехмерного мира, которые являются физическим отражением коллективного сознания рептилоидов, то человеческая душе бывает очень трудно проявиться вовне и повлиять на сознание того, в чем теле она воплотилась. В редких и совсем уж безнадежных случаях она может даже покинуть тело человека, которым остается уже только рептильная душа, управляемая коллективным сознанием рептилоидов. Но сейчас, благодаря новому высоковибрационному энергетическому состоянию вашей планеты, а значит и повышающему свой уровень коллективному сознанию человечества, все чаще побеждают человеческие души, вытесняя рептильные, чей век подходит уже к концу. Порой это происходит даже бессознательно, поскольку очень мало людей на Земле способны почувствовать присутствие в себе двух душ столь разного происхождения. Но чем выше поднимается человек по духовной лестнице, тем больше влияние оказывает на него коллективное сознание человечества, обмениваясь с ним энергиями высоких вибраций. Так, по закону притяжения, человек интуитивно выбирает то, что близко его душе. И по мере того, как его энергетическое пространство все больше и больше наполняется божественными энергиями, рептильная душа начинает задыхаться в несвойственной ей атмосфере и покидает тело человека. И в этом случае даже коллективное сознание рептилоидов не в силах противостоять энергиям столь высоких вибраций. Как видите, родные мои, сейчас идет нешуточная борьба между светом и тьмой не только на Земле в целом, но и в сознании отдельных людей, чьи души выбрали уникальный опыт проживания в одном теле с душами поработителей человечества. Но тем слаще победа этих отважных и удивительных человеческих душ. На этом мы остановимся сегодня. «Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют», — говорился. «Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют» — говорился.